NASA разрабатывает покрытия, которые визуально кажутся абсолютной тенью. Эти материалы поглощают почти весь падающий свет. Один из самых эффективных вариантов — покрытие на основе углеродных нанотрубок. Его структура напоминает лес из микроскопических трубочек, в которые свет проваливается и не отражается обратно. Такой материал был создан для минимизации бликов внутри оптических приборов, например, телескопов, камер и сенсоров. Использование этих покрытий позволяет NASA получать более точные изображения звезд, галактик и других тусклых объектов. Они уменьшают количество рассеянного света и делают космическую оптику гораздо чувствительнее. Сверхчерные материалы применяются в экспериментах с телескопами, в том числе на борту спутников. Кроме того, NASA тестирует их в стелс-прототипах, чтобы сделать космические модули менее заметными для определенных спектров наблюдения. Однако ни один публичный источник не подтверждает существование полностью невидимого аппарата. Технологии пока позволяют лишь частично снижать отражение и только в ограниченных условиях. При этом сами материалы требуют высокой устойчивости к вакууму, радиации и температурным перепадам. Этот пример демонстрирует, насколько далеко зашла разработка материалов в NASA – от оптики до маскировки. И это только начало. Ведь если можно контролировать свет, то можно ли контролировать саму информацию? NASA представила первый в своей истории модуль квантовой памяти, созданный в центре Гленна. Это не теория, речь идет о реальном экспериментальном устройстве. Оно позволяет записывать и хранить информацию с использованием квантовых свойств материи. Это важный шаг в направлении создания защищенной связи и новых вычислительных систем, особенно в условиях космоса. В классических системах данные хранятся в битах, принимающих значение 0 или 1. В квантовой памяти используются кубиты – носители информации, способные находиться в нескольких состояниях одновременно. В версии NASA данные фиксируются в облаке лазер охлажденных атомов, а затем передаются с помощью фотонов. Такой способ обеспечивает высокий уровень защиты от перехвата или подмены сигнала. Проект пока носит лабораторный характер. NASA подчеркивает, что цель – понять, как квантовая память работает в стабильных условиях, прежде чем отправлять ее в космос. Если технология покажет себя надежной, ее можно будет использовать в спутниковых сетях и системах связи для межпланетных миссий. Это открывает принципиально новые возможности. Ведь если память можно сделать квантовой, следующим логичным шагом станет переход к квантовым вычислениям. А NASA уже движется в этом направлении. И у них есть лаборатория, где такие алгоритмы разрабатываются прямо сейчас. Проект Morpheus от NASA – это тестовая платформа, созданная для отработки технологии вертикальной посадки. Его особенность в том, что аппарат способен самостоятельно анализировать ландшафт и выбирать безопасное место для приземления, без участия человека в реальном времени. Эта технология крайне важна для будущих миссий на Луну и Марс. Там нет инфраструктуры, и посадка вручную может быть слишком рискованной. Morpheus использует лазерные дальномеры и бортовой компьютер, чтобы в процессе спуска видеть поверхность и на лету менять траекторию. Аппарат проходил испытания на Земле, включая вертикальные взлеты, полеты по траектории и мягкие посадки. Один из успешных тестов прошел в центре NASA в Хьюстоне. Хотя сам проект завершен, технологии, разработанные в его рамках, теперь интегрируются в реальные космические миссии. Идея проста – роботизированные системы должны уметь приземляться там, где невозможно заранее разметить площадку. Это особенно важно при исследованиях неизведанных участков Луны, где каждое новое место может содержать уникальные данные. И если Morpheus только прокладывал дорогу, то теперь NASA делает ставку на более крупные системы, способные не просто садиться, но и выполнять задачи автономно. Такие разработки уже используются в других миссиях, включая исследования Марса. NASA – не только полеты в космос, но и источник технологий, которые мы используем на Земле каждый день. Эти изобретения называются спин-оффами, когда разработка для космоса находит применение в обычной жизни. И таких примеров сотни. Например, инфракрасные термометры, которые позволяют измерять температуру без контакта, появились благодаря технологии, изначально созданной для астронавтов. Пеноматериалы с памятью формы, широко используемые в матрасах и обуви, были разработаны для поглощения перегрузок при посадке капсул. Фильтры для воды, использующие активированный уголь и тонкие мембраны, изначально применялись в системах очистки воды на борту космических станций. Сегодня они очищают воду в домах и полевых условиях по всему миру. Системы спутникового позиционирования, детекторы дыма, медицинские сенсоры, цифровая обработка изображений – все это частично или полностью выросло из космических программ. NASA публикует ежегодный каталог своих спин-оффов, в котором документируют каждую технологию, перешедшую в гражданское использование. Эти инновации – прямое доказательство того, что освоение космоса приносит пользу не только на орбите, но и в повседневной жизни. Но некоторые разработки NASA уходят не в коммерцию, а в закрытые проекты, где используются в интересах обороны и разведки. NASA считается гражданским агентством, но оно активно взаимодействует с военными структурами США. Это сотрудничество особенно заметно в проектах двойного назначения, когда технологии разрабатываются сразу для науки и обороны. Например, NASA участвует в совместных программах с DARPA – Агентством перспективных оборонных исследований. Вместе они изучают новые типы двигателей, автономные системы и материалы, способные выдерживать экстремальные условия. Эти технологии могут использоваться как в космосе, так и в атмосфере. Другой пример – спутники-шпионы и разведывательные платформы. Хотя официально NASA не занимается наблюдением, в ряде случаев она предоставляет технологии и экспертизу для военных спутников. Камеры, системы навигации, управления – все это разрабатывается совместно с Министерством обороны или по их заказу. Также существуют программы, о которых известно только из документов бюджета. Без технических деталей. Они могут включать эксперименты с маскировкой, кибербезопасностью или средствами связи. NASA обязана следовать федеральным стандартам безопасности, и некоторые ее подразделения сертифицированы для работы с засекреченными данными. Это не означает, что NASA скрывает правду. Скорее, что часть ее деятельности уходит в сферы, где приоритет – национальная безопасность. Это важный, но малоизвестный аспект ее работы. NASA проводит исследования не только в глубоком космосе, но и в атмосфере Земли. Один из необычных проектов – CARE – Charged Aerosol Release Experiment. Его цель – изучить, как заряженные частицы ведут себя в верхних слоях атмосферы, особенно в ионосфере. В рамках эксперимента ракета доставляла облако мелких заряженных частиц на высоту около 200 миль. Затем за ними наблюдали с помощью радаров и оптических приборов. Это позволяло изучать поведение плазмы, волн и магнитных полей. Такие исследования важны для связи, навигации и понимания влияния космоса на Землю. Некоторые зрители могут спутать это с теориями заговора. Якобы NASA управляет погодой. Но в реальности речь идет о научной работе по изучению природных явлений. Все проводится открыто, с публикациями и разрешениями международных структур. CARE – не единственный подобный эксперимент. NASA также работает в сотрудничестве с другими агентствами над проектами по изучению магнитосферы солнечного ветра и полярных сияний. Для этого запускаются как ракеты, так и спутники, несущие на борту датчики и генераторы полей. Эти исследования помогают защищать земную технику от солнечных бурь и повышают надежность связи. NASA уже давно вышла за рамки экспериментов. На Марсе сейчас работают реальные аппараты, использующие передовые технологии. Один из них – марсоход Perseverance. Он оснащен системой автономной навигации, способной анализировать ландшафт и избегать препятствия без команд с Земли. Рядом с ним работает дрон Ingenuity – первый в истории летательный аппарат, поднявшийся в воздух на другой планете. Его полеты доказали, что аэродинамика возможна даже в разреженной атмосфере Марса. Он летает по заданной программе, используя лазеры, камеры и алгоритмы стабилизации. Энергоснабжение обеспечивается ядерной батареей, которая работает непрерывно годами. Это позволяет системам функционировать независимо от солнечной активности или погодных условий. Передача данных происходит через спутники на орбите Марса, которые ретранслируют сигнал на Землю. Но самое главное – все эти устройства не просто выживают, они проводят эксперименты, анализируют почву, собирают звуки, тестируют системы получения кислорода. Это не только демонстрация технологий, но и подготовка к будущим пилотируемым миссиям. НАСА уже доказала, что автономные системы могут работать на другой планете. Но остается вопрос – почему некоторые технологии, участвующие в таких миссиях, так долго остаются неизвестными широкой публике? НАСА уже не просто запускает ракеты. Оно разрабатывает инфраструктуру для нового этапа освоения космоса. Один из ключевых проектов – программа Artemis. Ее цель – вернуть человека на Луну и создать постоянную лунную станцию, которая станет промежуточным пунктом для полетов к Марсу. Технологии, которые НАСА готовит для этих миссий, поражают. Это сверхлегкие материалы, способные выдерживать жесткую радиацию. Новые системы связи на базе лазеров, которые передают данные быстрее и безопаснее. Также разрабатываются автономные модули, которые смогут работать без участия человека. Квантовые вычисления, ионные двигатели, модули самообслуживания – все это соединяется в единую экосистему будущего. В лабораториях уже тестируются технологии для сбора кислорода из марсианской атмосферы, роботизированные помощники, способные строить укрытия на других планетах и новые типы источников энергии. Особое внимание уделяется безопасности. НАСА инвестирует в системы против радиации, автономные системы диагностики, а также новые медицинские технологии, чтобы экипаж мог выжить в длительных полетах. Миссии больше не ограничиваются орбитой Земли. НАСА смотрит дальше – к Луне, Марсу и даже за пределы Солнечной системы. И многие из тех технологий, что мы обсудили, уже не теория. Они существуют. Просто пока не все они раскрыты. Редактор субтитров А.Семкин